Всем привет! Сегодня уже 20 сентября, 22 год. 20... получается 20.09.2022. События очень тревожные. Вы с Олегом Соскиным на моем YouTube-канале проанализируем. Итак, первое. Скоротечные такие, просто взрывные произошли процессы. Это принято было всеми куклами, големами московскими. Дана им директива была провести подготовительные движения. И сегодня уже заявлено, что на оккупированных территориях Украины, это Запорожская, Херсонская, ну часть Запорожская, это Херсонская область, это Лугандония, практически почти вся Луганская область и часть Донецкой. С 23 по 27 сентября, 22 года, они организуют так называемые референдумы. Естественно, все это брехня, ложь, инсинуации, вообще, слова такие используются, референдум, какие референдумы, идет оккупация, война, боевые действия. Но это принято решение руководством Московии, Путиным и его ближайшим окружениям. Далее, в этот же период собрали эту Нижнюю палату, Российскую Госдуму и буквально там сразу приняли в втором-третьем чтении закон, изменение к закону, криминальной ответственности, 10 до 15 лет заключения тюремного. Это по поводу так называемого дезертирства, там и других, сдачи в плен и так далее. Ну и военные, введены термины, дефиниции военное положение, мобилизация и так далее. Я отдавал вам сейчас ролик. Кстати, очень интересно повел по поводу этого ролика себя Ютуб, ну и этот их искусственный интеллект, соответственно, Гугла, он же Гугли находится, этот интеллект. Бринкин такой, Сережа там есть, и Пейдж, и Индус там возглавляет Сео, Пейдж это они как главные там создатели. Вот этот Бринкин, это ж мальчиком его дедушка и папа вывезли его с Москвы, там в Израиль, как типа они там были на историческую родину, диссиденты, свободу любили. Сейчас такая цензура обалденная, то есть фактически вот на ролик, очень опасную роль выполняет их штучный интеллект, такая дрянь, фактически, которая блокирует уже почти любую информацию. В цензурирование, типа там ограничения на рекламу, на так далее. То есть, по сути, вот интересно, да, то есть как происходит такая мутация вот этого Сережи Бринка, этого Пейджа и всех такие. Были мальчики, типа защитники, ну индусы там и прочие, защитники свободы, слова, демократии, а превращаются фактически в таких очень мощных, тоталитарных представителей. И вся эта Google, YouTube система, это по сути своей сегодня уже все более приобретает, она ничем по своей сути уже не отличается от гитлеровско-сталинской модели. То есть, это фактически тоже тот же цифровой концлагерь формируется, никакой разницы нету, что у Путина в России КГБистская система, что западные эти корпорации интеллектуально, это шестой-седьмой уклад. А почему? Потому что монополия, нет конкуренции, нету аналогов, YouTube надо хотя бы, ну по-хорошему надо разделить его. Вот если сейчас победят трамписты в ноябре, то в принципе они выступал, Трамп и другие, что они разделят Google и Facebook, эту мету, ну и YouTube соответственно. Соответственно, в соответствии с корпорацией, есть анти-монопольное законодательство в США, что их надо разделить, хотя бы на 6-7 корпораций, отделить однозначно надо. Ну и конечно надо заниматься этим штучным интеллектом, потому что он по своей сути это просто какая-то уже фашистско-коммунистическая сублимация формируется с элементами, ну чуть ли не ментального какого-то, какой-то деятельности. Это очень опасно, это диктатура, это натуральная диктатура, тирания. Так вот, поэтому конечно, главное, что эти уже собственники и разработчики, они уже почти не контролируют данный процесс, то есть он выходит под их контролем. Ну давайте вот немножко о другом поговорим, но тоже в этом русле, то что я сейчас вам сказал, то есть что же это вот означает. Вот эти события, такие, которые заявили, собственно, по присоединению, то есть готовиться просто в пожарном порядке, присоединение оккупированных территорий Украины к Российской Федерации. Что это будет означать? Ну там разные наши телеграм-каналы, там это, там та же Вертикаль, там, которая, ну вообще такое, конечно, канал претендует на то, что он там близок к этому Буданову, там к Офису Президента, к Ермаку, ну там же один мат стоит. И такие голохватские всякие заявления, значит, ну тогда они должны или сказать, что они к нему не имеют отношения, и это просто, так сказать, инициатива самодеятельности какой-то группы людей, непонятно какой. Или же надо тогда изменить саму риторику, и этот мат в таком открытом эфире, это мерзостная такая подача материала, это неправильно. Это абсолютно, это дикость, это фактически на тот же уровень переходить, как это, блевотина к кремлевско-московской, так нельзя делать. Ну, шапкозакидательство, сейчас мы видим, вот идет такое шапкозакидательство, да мы их всех имели в виду, ну Ермак выступил тоже, и Подоляк, Михаил Подолян, Подоляк. Так вот, по этому поводу, что ни шагу назад и так далее, ну понятно, позиция Украины ясная, но тут вопрос же, Зеленский же уже правильно сказал, что без Соединенных Штатов никакая Украина бы ничего себе не вернула и не смогла бы стоять без Великобритании, без, ясно, что без Европейского Союза, без поставок оружия, без денег, которые даются десятки миллиардов, ну давайте реально говорить, чтобы без этого Украина победить Московию не может. Так вот вопрос в другом, это подготовлен, вот эти события, они, это часть Мюнхенского сговора, то есть сдача Украины на уровне государств каких? Это Западной Европы, ну то есть Франция, это Макрон, да, это этот самый Шольц, Германия, ну естественно это будет Италия, Венгрия, ну есть Латинская Америка, мы с вами обсуждали, я вам рассказывал, инициатива президента Мексики, чтобы Украина пошла на эти переговоры. Папа Римского, так называемого Франциска, вот, ну Эрдоган тот же выступает за эти переговоры, Китай, Синдзипин, то есть практически это как бы уже созданная мировая структура по тому, чтобы подчинить Украину и сдать ее Кремлю. Поэтому, конечно, на заявление руководителя Украины это все прекрасно и разных анонимных телеграм-каналов, но вопрос заключается в другом, уже осуществлено предательство и сдача Украины. То есть это будет поставлен ультиматум Украине, что она должна начать мирные переговоры с Кремлем после того, как будет аннексия осуществлена под видом референдумов этих незаконных вообще, ну это не референдумы, под видом этих ублюдочных мероприятий. Вот, то есть будет поставлен ультиматум, что Украина должна согласиться на эти переговоры и отдать свою территорию, видимо, так будет ставиться вопрос, что оружие не будет поставляться, поэтому трасс летит Соединенные Штаты сейчас, Вашингтон на встречу с Байденом, и там же должен быть Макрон, кто еще, мы не знаем почему-то пока. Ну они типа летят на эти, там будет генеральная сессия ООН и так далее, но там будут и эти тусовки важнейшие. То есть мы видим, что Московия пошла на, не зря они встречались в этом Самарканде и они там договорились. И Московия идет, приняла решение вот идти таким путем, потому что уже понятно, в военном отношении она выкрать Украину не может. То есть фактически речь идет, что в течение октября Украина должна освободить большую часть оккупированных территорий. Поэтому такие приняты скоропалительные решения, чтобы провести так называемые эти сходки под видом этих гауляйтеров. Ну и потом Дума должна принять решение, типа принять их в Российскую Федерацию. То есть это вообще сверх наглость, это гитлер, это гитлеровская, сталинская политика по сути осуществляется. Так вот вопрос теперь очень важный еще один, который говорит нам, что это происходит. 18-20-го происходит визит, он начался и уже заканчивается, это визит Патрушева в Китае. Ну это секретарь Совета Безопасности, это ближайший, это один из самых ближайших людей к Путину, проявленных. То есть есть Ковальчук, есть Галушка, есть Сема Могилевич, есть там другие, Солнцевская группировка, там есть другие всякие. Но вот Патрушев это как бы тот, который координирует вот всю систему. Это уже очень, так сказать, пожилой человек, разные высказываются точки зрения, что у него же там сын претендует, 44 года, министр сельского хозяйства, на преемнике Путина и так далее. Так вот этот Патрушев поехал вдруг срочно в Китай. Там состоялось его ряд встреч, причем как бы очень удивительно, да, встречи были не в Пекине, а это город Фуджоу в провинции Фудзянь. Это такое закрытое очень такое место такое, все там вообще непонятно, что это такое происходило, почему там. То есть переговоры очень тайные и главным его визавипа переговоров был такой член политбюро там с кучей, ну посмотрите, до этих самых чинов и регалий Гоу Шенкун. Вот этот Гоу Шенкун с 2012 года он возглавлял Министерство общественной безопасности. Кстати, с министром безопасности Чень Винцином он встречался тоже, Патрушев и там еще там с рядом людей, вот. И сейчас он член политбюро, там он возглавляет кучу разных этих самых инстанций и так далее. Очень-очень насыщенная биография у этого, так сказать, товарища возглавлял он даже был руководителем Гуан-Си-Джуанского автономного района. Вот, но самое интересное еще следующее, что по сути вот этот, так сказать, Чень Винцин, он его как бы патроном является такой человек, как Цзэн Цинхон. Он такой достаточно уже зрелый человек, в 1939 году родился, то есть ему 83 года, да, и он считается типа лидером шанхайского клана. Вот, поэтому вот этот так Гуо Шэн Кунь, почитайте его биографию, там она очень насыщенная, до этого тоже посмотрите Цзэн Цинхона. Фактически речь идет об объединении в единую систему карательно-репрессивных органов Российской Федерации и Китайского, и коммунистического Китая. Это огромный вызов всему миру, Соединенным Штатам, тем более впервые заявил этот президент США Байден о том, что они будут любой ценой поддерживать Тайвань. А с другой стороны, Син Цзэпин заявил, что к 1927 году они приняли решение, что они должны захватить Тайвань. И дана такая как бы программа, делается для захвата. То есть практически происходит колоссальный, ну плюс Иран, мы же с вами знаем. Иран, который сегодня уже реально, он на стороне Московии, он поставляет им эти беспилотники, их тут уже успешно, сбиваются они под видом Герани. То есть Иран продолжает, это враг Украины, будем прямо говорить, я это еще раз подчеркиваю. Та же политика, помните, он сбил самолет наш, там погибли очень много людей, разных, в том числе граждан Канады. Вот когда это сразу было в период, когда в Омане был Зеленский, помните, да, там встреча была, приезжал кто там, с Патрушевым он, с кем он там или с этим другим там встречался. Вот, и Зеленский же в курсе этого всего, правда? То есть фактически ситуация, ну Ермак же там был, жена была Зеленского в Омане. То есть ситуация очень острая, очень острая, очень плохая. По сути, я могу сделать такой предварительный вывод, что по сути пытаются сделать новую редакцию Мюнхенского сговора, тогда сдали Гитлеру Чикословакию, сейчас Путину хотят сдать Франция и Германия, Шольц и этот самый Макарон и Ливерная колбаса хотят сдать Украину. Ну, так выходит. Ну, и сдадут Украину, значит сдадут Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, это понятно. И создается параллельно военный блок Российской Федерации, коммунистического бандитского Китая и бандитского Ирана. Ну, в Иране сейчас идут мощнейшие выступления, как вы там знаете, да, забили палками. Вот она приехала с Ирака, она, девушка, приехала к родственникам в Курдистан, ее забили, и там уже убийства. Идут выступления, демонстрации, пять уже убитых в ходе этих демонстраций. Жертвы растут, много арестованных, раненых. То есть, Иран, это диктатура под видом, там, теократии, там, и прочее, там, этих все, аяталы и так далее. Это реальная античеловеческая диктатура. То же самое, кстати, в Китае вот этот Патрушев встречался с этим Гошин Кунем. Это тоже такой очень мощный изверх, хищник, который выступал и против интернета. Но что интересно, он возглавляет китайско-белорусскую комиссию. То есть, он в семнадцатом году ездил еще к этому Лукашенко. То есть, это тоже, это тот же синдикат, это те же звери, хищники. Они все в одном логове собрались. Опять там кто-то заявил, что Лукашенко отойдет от Путина. Что за идиоты? Ну, вот я не могу понять, или вы, или вам Лукашенко деньги платит. Что вы такой дурь говорите? Это Лукашенко, это часть Путина, платят плоти. Это одна банда. Это одна кагибиско-коммунистическая банда хищников. Теперь это Иран здесь включен. Определенным образом Турция включена. То есть, это, ну, такое шобла, которое создано диктаторами и прочее. Самое удивительное, конечно, что здоровая часть славян, там же много на территории Москвы оккупированных славянских территорий. И вот они молчат. То есть, они подчиняются кагибиской этой банде, этой мушоблу, так сказать. Это просто, просто удивительно. Причем это же во главе стоят не славяне, не арии. Это же чужая, чужая, это стоит группа, так сказать, представителей. Вот такое произведение. Причем это уже практически война духовных парадигм. У меня книга про это есть, моя новая, так сказать. Я это еще предсказал, там, пять лет назад практически, что это будет. Вот сейчас мы выходим на парадигмальные войны, духовных парадигм уровней. Вот оно начинается. Это Третья мировая война. Тут можно с Папой Римским согласиться. То есть, это серьезнейшее будет столкновение. И как только они вот эту фальсификацию тут проведут и примут оккупационные, если их не освободят наши войска, в ближайшее время эти территории примут в Москву, значит, это уже фактически открытая будет Третья мировая война. Потому что ясно, что Украина не согласится, начнет наносить удары, и тут уже союзники проявят себя. Или они отдают нам оружие, или не дают оружие. Тот, кто даст оружие, тот, значит, это единая будет военная коалиция. Тот, кто не даст, значит, он входит в антиукраинскую коалицию, в антизападную коалицию, он входит тогда в коалицию Московии, коммунистического Китая, диктаторского Ирана и так далее. Ну, вот так можно только объяснить. Те события, которые, дорогие мои, происходят. Вот вам такой посыл. Ну, кстати, против Аллы Пугачевой уже началось расследование. То есть, они еле хотят арестовать. Они сейчас любого могут арестовать. То есть, для них это уже вообще не имеет значения. Или она должна выехать со страны. То есть, иначе с ней сделают то, что сделали с Навальным, Гозманом и так далее. То есть, она поднять там восстание однозначно не сможет. Потому что там некому поднимать восстание. Потому что это уже Россия, это уже концлагерь. Это уже даже не Россия, это Московия. Так и надо поговорить. Это каннибальская, тоталитарная, это тиранозавров территория во главе с тираноптеродактелем каким-то, который там тогда на журавлях летал. Или не знаю, как его назвать, Путиным. Вот и все. То есть, это государство смерти. Уже это четко можно сказать, что это государство смерти. И оно хочет захватить, разорвать живую Украину. Вот поэтому вы так это все и оцениваете. По сути, это некроманты лезут сюда на нашу территорию. Славянско-Скифско-Арийскую, Русичи. Вот это вот такая, так сказать, засада началась. И, ну, понятное дело, что Украина не может остановиться. Значит, она должна сделать то, что я вам в предыдущем сегодня материале, вот, видео рассказывал, на которые, так сказать, там, ограничения. Google, YouTube, Brinkin и Page и прочие индусы наложили. Вот вам такой интересный, так сказать, процесс идет под видом этого всего. Цензура, дорогие мои, цензура. То есть мы переходим в очень такой тяжелый период. Она внутри. В Украине тоже их много, этих представителей. Во всех министерствах сидят. Затягивают решение вопроса. Посмотрите, Минюст фактически полностью бюрократизирован. Это моллюск. Он справляется, не справляется. Очень видно, парень не тянет. Ну, в Дуна-Иксов родился. Фактически парень так это взлетел, как ракета. Там у него советником какого-то там взял он эту лещину, что-то. То есть это все. И так можно по каждому пройти. Там вот Кубракова называют, что вроде он племянник министра внутренних дел Беларуси. Не пишут в хрониках там про этого. Моллюску пишут и так далее. Что фактически блокировано министерство юстиции, бюрократия. Там решить вопросы практически очень сложно. Все это очень... Для этого он объявил, что сократил кадровый состав и так далее. То есть мы видим, как везде как бы саботаж развивается. Тоже саботаж, саботаж. Вот. И эти пятая колонна действует, получается. Но будем надеяться, что все-таки здоровые силы будут побеждать. Кстати, посмотрите, очень интересно. Вдруг начал ролики делать этот Антин Мухарский, так сказать. Вот. Про Зеленского и так далее. Такие там изображения. Что-то тоже это значит. Что-то он знает, наверное, или как. Или получил бы какие-то директивы от кого-то. Ну вот. Вы с Олегом Соскиным. Ну и как бы всем приготовиться. Быть, как тот говорил, будьте под рукой, имейте тревожный чемоданчик. До новых встреч. Все доброго.